Программа из глубины Алексей, у нас в коллективе, когда заезжаешь, принято хлопать в ладоши. Для тех, кто не знает, сегодня в гостях у нас Лехник Итенков, для многих в нынешний момент это вокалист группы Nordic Sound Band NSB питерская. Начинай жить прямо сейчас! Ну, часть людей, скорее всего, знают его как гитариста группы Позиция. Это я. Это он. Ну, Лех, во-первых, привет. Привет. А во-вторых, расскажи мне, ты живешь не в самом Питере, ты живешь где-то далеко за ним или под ним. И расскажи, как так получилось, что ты вклинился в субкультурные движухи? Ну, во-первых, я последний год уже живу в Питере. Никого не волнует, ты живешь последний год. Когда я вклинился в субкультурные движухи, значит, да, жил я в городе Никольское, это Ленинградская область, ну, так скажем, недалекий пригород Заколпино. И через местную панкоту познакомился там как раз-таки с Борисом, вокалистом группы Позиция. Он жил в соседнем селе. Борис-дикарист? Борис-дикарист. А Борис тоже не питерский? Тоже не питерский, да. Борис вообще, он вообще изначально тамбовский, в общем-то, на малую родину сейчас вернулся. Ну, в общем, жили мы с ним в соседних городках рядом. И вот местная панкота нас познакомила, мы там что-то начинали тогда играть. А Борян тогда начинал как раз писать какие-то текстики социальные, такие у него были. Ну, и на этом фоне мы... Национал социальный. Нет, просто социальный еще. Очень тогда котировали группу в PG первого альбома, вот первый альбом их тогда вышел. Ну, что-то вот в этом духе было там. Бухать, валяться, домой не появляться и так далее. Ну, и на этом фоне как-то мы, он нам начал отдавать стихи свои, я делал на них песенки. Но играли мы такой рачок, как бы, вот. Ну, тут у меня уже бунтарский дух во мне закипел после этих текстов. И я из этой группы ушел, мы сплотили как раз группу Позиция. Остальных музыкантов где нашли? Да, остальные музыканты, все парни со двора, как говорится, просто вот с гитарами с кем играли, тех подтянул. Вот, и, соответственно, субкультуру уже непосредственно через Боряна и попал. Боря тогда работал в магазине Костелл Рок, ну, и с какими-то там с кинами постоянно общался. Он был фанатом коррозии металла, соответственно, вот. И уже вот так потихоньку-потихоньку как-то начали на наши концерты ходить бритоголовые ребята. И вот таким образом я втянулся туда. До какого момента продолжалась движуха с группой Позиция? Ну, понятно, что сейчас, по-моему, я так понимаю, не существует, либо с тобой не существует в составе. Нет, она существует, да, но со мной в составе не существует. Слушай, да, я, честно говоря, не помню. По-моему, как раз после сприта с КВТ я ушел из группы, потому что, ну, у меня... Я уже сейчас, честно говоря, не помню детально из-за чего. Там у меня и в сборе какие-то конфликты были. И я уже понимал, что я вроде как бы не тяну гитару. Мне казалось, что группа растет, ну, то есть, как бы, пойдет дальше на уровень. А я, как бы, на гитаре играл, ну, так, довольно посредственно. Поэтому, как бы, я и помню точно, что у меня и у самого было желание уйти. Ну, и, как бы, и Боря не возражал. То есть, вот прямо сейчас детально не отвечу. То есть, я ушел, как бы, это, по-моему, был 2006 год или 2007. В 2007-м вот вышел у них альбом Made in Sankt Petersburg. Ну, там все практически еще песни были мной написаны, как бы, ну, музыка. Ну, с участием мной, так сказать, с моим участием. Вот, ну, и все. А потом, в общем-то, и, насколько я помню, там уже начались какие-то репрессии. Со стороны органов. И, в общем, группа недолго прожила. Нет, сейчас они ринканировались в Тамбове. Там даже что-то выпустили какой-то сплит же недавно, полгода назад. С группой Тамагавка. Вот. Ну, что-то он там мутит, делает Боря, там, шевелится. А вот, кстати, про движухи. Тебе что, не дала группа позиция? Ну, безусловно, дала. Я, как минимум, все, весь фундамент, тот, который я использовал в НСБ и знакомство, в том числе с тобой, например, как бы, если бы не группа позиция, хрен бы познакомились, я думаю. Конечно, безусловно, дала, и это был первый опыт концертов, какие бы они ни были, а мы играли все равно в нормальных клубах. Тогда еще, как бы, таких жестких запретов не было, и мы играли практически в лучшую клубу города и, как бы, в полный зал. Ну, конечно, это, безусловно, опыт для артиста, да и, в общем-то, ну, как бы, НСБ вытекло и оттуда непосредственно. Хорошо, допустим, про позицию понятно, но дальше ты же ушел, и чего? Ты говоришь, что ты не тянул для позиции, а еще ты решил, что ты тянешь для другой группы. Ты же начал вообще металл-кор играть, если бы. Да, мы играли металл-кор, действительно, причем я там тоже играл на гитаре какое-то время. Модные тогда были всякие группы, типа, Story of the E, The Youth и так далее. Ну, а в Питере, тем более, там эта волна вся в 2007-м пошла, там, когда группы Аматори, Стигматы все вот стрельнули. И мы тоже, кажется, старались, типа, в ногу со временем идти. В общем-то, практически с тем же составом, кроме Бори, начали играть, да, какой-то металл-кор там и так далее. Ну, слушай, не знаю, у нас был очень хороший гитарист там, Олег, ты его помнишь прекрасно. Он же басист. Он же басист в позиции, да, он же Жора, он же Гоша и так далее. Вот. Он мне говорил, что у меня вроде получается. Ну, я не знаю, кстати, как так получилось, мы музыку стали играть сложнее, как бы. Хрен его знает, вот. Ну, в общем, да, помотало там потом у меня и в этой группе. Ну, потом все равно, ну, уже, когда осознание пришло, все равно гитару я все-таки повесил. Ну, вот у тебя было их сколько-то там, какое-то количество групп, там не было печали, что-то там еще, в общем. Я в названиях запутался, ты, конечно, можешь рассказать. Да, это мало, наверное, кому интересно, группы особо ничем не примечательные были. Ну, и вот, получается, 2007-й по... Сейчас вот группе НСБ в декабре стукнет пять лет, получается, в 2013-м ты ее собрал. Ну, и как так получилось, что ты решил НСБ все-таки собрать? Ну, то есть, меня всегда интересовал вопрос, наверное, не... Как так получилось, что ты ее собрал? А зачем ты собираешь новый коллектив, потому что у тебя уже вроде как свой есть? То есть, ну, что должно, почему ты не можешь в этом же названии просто взять, поменять? Или это какая-то новая страница, что это? На тот момент у нас, да, как ты правильно сказал, была группа «Не было печали» одно время. То есть, мы там вот, как раз «Не было печали» — это, по сути, НСБ. То есть, это тот же самый состав. Мы там играли панк-рок. Вот. Ну, потом что-то парни такие, блядь, что-то панк-рок поднадоел. Давайте опять играть металл. Ну, короче, такие ребята у меня там были. Вот. В общем, мы начали играть металл. Ну, как, я уже, честно говоря, как бы так достаточно охладел. Для меня металл — это больше именно, то есть, послушать и я сейчас могу, а именно, чтобы играть, больше такая молодецкая была удаль. А сейчас уже, как бы, ну, не особо лежала душа, как бы, и получилось так, что ко мне, ну, как бы, я являюсь фанатом питерского СКА, на секторе подошли ребята. Питерская СКА — это не… да, это не стиль музыки. Хоккейный клуб. Вот. И ко мне ребята на секторе подошли, я еще особо никого не знал, так в движуху только вливался. Вот. А было, ну, 30-летие движа, как бы, и парня отмечали, пригласили Lil' Филла с Минска. И, говорит, хотим группу пригласить какой-то, ну, что, Lil' Филла все-таки рэп, говорит, а нам бы вот хотелось рок-н-ролл, вот, пляски там какие-то устроить. Ты же, говорит, вроде где-то играешь, может, вы поиграете? Ну, как бы, а я парням объясняю, да, понимаете, у нас музыка-то, как бы, не фанатская, ну, я-то прекрасно понимаю, какая, мы же не придем там, не начнем, там, блядь, трэш рубить, как бы. И я говорю, хотите группу позиции привезу вам на этот? Они такие, да ладно, ты че, там, ну, как бы, ну, естественно, там, как бы, парни-то, как бы, такие, как у меня даже постарше, то есть, многие ходили на концерты даже. Понятно, что меня-то в лесу мало кто, как бы, знал и помнил, но, вот, тем не менее. Может, ты тогда похудею просто был? Мне кажется, нет, как раз-таки в позиции я был потолсте, а потом был похуде. Вот. И вот, как раз мы на это 30-летие привезли Борю Стамбова, и как раз-таки составом НСБ плюс Боря сыграли сет, ну, какие-то подготовили песни, и именно вот тогда мы исполнили первую песню НСБ. То есть, я взял просто на коленке, написал текст про хоккейный клуб Sky, и мы, как бы, ее там спели. Ко мне потом уже впоследствии подошел чувак, там, Бен Шерман у него, кликуха, вот. Вот, в общем-то, мы с ним перетерли, познакомились, и именно тогда возникла идея создать группу, которая будет петь песни о фанатской движухе как раз-таки питерских армейцев. Вот, ну и, соответственно, все это я предложил парням, парни согласились, то есть, как бы, все, и, в общем-то, на этом я с металлом завязал, и начал заниматься уже непосредственно Норник Самбенд, и, в общем, вот, во все это вылилось. Тогда вопрос, а почему СКА? Почему СКА? Слушай, да я не знаю, на самом деле, я как-то, как раз-таки времена позиции, понятно, что мы там больше общались с фанатами «Зенита», то есть, ну, как бы, круги общения были такие, вот. Ну, не знаю, как-то никогда не лежала душа к этой команде, сам не знаю, почему. Я очень долгое время потом тусовался с лесоманами, гонял на выезда, и там как-то больше красносиния именно. Ну, прям, ну, то, что Кинчев сам, по крайней мере, был конем, хотя потом появлялся и на трибуне у «Зенитосов», там, заряжал. Ну, в общем, как-то, не знаю, у меня всегда какая-то была такая тема. Кинчев был конем. Ну, короче, была у меня какая-то симпатия красносиним цветам всю жизнь. Сам не знаю, но не знаю, откуда это берется. Каждый же как-то с чего-то выбирает команду, за которую болеть. Константин Евгеньевич в курсе, что он конем был? Ну, Константин Евгеньевич всегда в интервью говорит, что он с детства за ЦСКА болел, но вот потом из-за его дикой любви к Питеру он так еще и к «Зениту» неравнодушен. Насколько я прям… Это, конечно, недословная цитата, но примерно. Они же в каком-то году там ЦСКА чемпионом был, они на сцене прям шарфы дарили всей команде, в том числе Газаеву. Вот, ну, в общем, я к тому, что… И, соответственно, потом я такое что-то сидел, мониторил какие-то паблики и смотрю, думаю, «Блядь, у нас же в Питере хоккейный клуб «СКА» есть, ну, типа, армейцы все, думаю, пойду посмотрю». Просто купил билеты, помню, купил три билета, вообще никого не найти было, всем предлагал сходить бесплатно просто посмотреть хоккей. В итоге нашел там какого-то корешка, мы с ним приехали, вот, посмотрели, ну, и как-то втянулся, я не знаю, цепанул хоккей вживую, ну, и, соответственно, клуб сам. Вот, вот, с тех времен я как бы начал. А почему не Петротрез, например? Динамо, Санкт-Петербург? Не знаю, ну, вот, говорю, потому что была у меня любовь, как бы, к ЦСКА, такая, скрытая. Латентный конь. Да, вот, ну, и, соответственно, я такое ощущение, ну, говорю, все время переживал, помню, хотел, все, хотел поехать на какой-нибудь кубок, там, еще тогда кубок УФА, там, в Москву, за коней, как бы, вот. А потом такой думал, блядь, у нас же есть дежуха своя в Питере, реально Каневская, все, как бы, то есть, родной город и, как сказать, родная команда. Ну, поэтому, как-то так, даже сам не знаю, почему. Группа Позиция, насколько я помню, любила бухать. Любила, да, и любит до сих пор. Ну, не все участники. Ну, я помню, как мы здесь пересекались в Москве, тусили, бухали, там, все круто, но в какой-то период жизни ты решил, что ты завязал с пагубными и вредными привычками. Что на тебя повлияло? Неужели хоккейный клуб СКА? Нет, конечно, я как раз-таки, мой последний такой алкотрип был мощный, как раз-таки, на выезде за хоккейный клуб СКА. То есть, я влился в прямом смысле этого слова в движ. Слушай, да нет, ну, в первую очередь на меня, ну, повлияло то, что у меня, ну, появился сын, как бы, ну, и, как бы, груз ответственности в моей жизни резко возрос. То есть, как бы, я уже, так сказать, очень сильно ограничил, то есть, как бы, я там мог прибухнуть нормально, но где-то на выезде там или, ну, короче, тогда, когда я домой не возвращаюсь, точно, ну, то есть. А потом просто я уже понял, что мне это начало мешать, ну, в жизни, то есть, какие-то, ну, сам знаешь, когда бывает, там, по синее, там, что-нибудь на это самое, натворишь, там, намутишь и так далее. Да и уже, извините, здоровье-то тоже не 18 лет. 25? Да, да. Не, ну, когда я бросил бухать совсем, мне было чуть побольше. Ну, в целом, как-то, не знаю, сам пришел. В первую очередь, конечно, это появление сына, ну, у меня в жизни, как бы, поэтому хотелось все-таки правильный пример подавать, и я очень рад, что он никогда не видел меня бухим, как бы, и надеюсь, не увидит. Ну, это, наверное... Твой сын сейчас не пьет, надеюсь? Нет. Ему же сколько, 6? 6 уже, да. Пока еще нет. Ну, скоро 7 уже, да. Поэтому как-то так, да. Дальнейшая твоя движуха, ну, тебе не хочется вообще бухать? Слушай, вот я всегда без зазрения совести говорю, что да, иногда бывает хочется. Бывает иногда прям... Причем, ты знаешь, мне не то, чтобы хочется бухать, ну, знаешь, там, бля, я устал, там, надо пойти дожраться, там, сбросить голос. А именно почему-то иногда в последнее время хочется, к примеру, выпить там вина, например. Хотя я в жизни раньше никогда вино не пил. То есть, ну, я когда бухал, я предпочитал, там... Дешевые сорта тяжелых алкоголей. Ну, можно так сказать, да. Вот, то есть, ну, вот как бы, да, бывает она, тягота такая, ну, тягота, как я сказал. Вот. Но есть у меня рядом люди, которые... Что останавливают? Слушай, ну, останавливают... Ну, конечно, что ты себе представляешь? Память старая представляю, вот сколько я проебал всего и сколько мог сделать и не сделал именно из-за того, что тратил силы не на то, что нужно. Ну, то есть, примерно так, что ты, типа, такой, о, блядь, сейчас набухаюсь, а потом такой, блядь, опять же с утра говно вот это, сейчас опять поссорюсь. Блядь, нахуй надо? Так вот? Ну, и это тоже, ну, даже в большей степени я прекрасно, ну, когда я, как бы, бросил бухать, именно вот когда прошло уже, там, ну, какой-то год, ну, не то, что там я первые три месяца походил, ну, понятно, что там здоровье, это все, да, это понятно, как бы, и так. Ну, я когда вот прошел, прошло какое-то время, вот год-полтора, я понимаю, насколько продуктивнее просто я стал. То есть, ну, я реально трачу сил на то, что мне интересно и то, что приносит результат. То есть, ну, как бы, а если бы я бухал, допустим, я, ну, реально половину из этого просто тратил бы вот на тусинги какие-то. Да, возможно, где-то, конечно, как раз-таки вот эти прошлые, и они, ну, вот эти все тусовки, алкотусовки, да ты вот сам вспоминал в Москву, сколько мы приезжали тут раньше, блядь, какой, какой удерж был. Вчера, кстати, как раз приезжали с Поклонной гору, я Еве рассказывал про то, как мы, как ты нашу гитаристу, который крепкие напитки не пил, в его день рождения заставлял пить коньяк. Было такое. Вот, то есть, да, понятно, что они тоже какие-то плоды, конечно, дают, все вот эти знакомства, тусовки и так далее, но все-таки, мне кажется, уже сейчас, то есть, это не какая-то дань была моде, когда я завязывал, то есть, никакие кресты я там себе не колотил, в грудь себя не бью, что все, я там, то есть, не знаю, как, может, я завтра вечером приеду в Питер, и у меня дома бутылка коньяка стоит, кстати. Да, Питер, зачем тебе алкоголь? Наркотики. Наркотики. Наркотиков дома у меня нет, для сотрудников специальной полиции, говорю. Да. Ну, вот НСБ началось, там, раз уж мы затронули период НСБ и здорового образа жизни, Чайная Бега как-то влился-то. Петербург тащит. Чайная Бега, Чайная Бега, Чайная Бега, Чайная Бега. Друзья, Чайная Бега, Питер! Ну, Чайная Бега сейчас расскажешь, я просто хочу, вот, блядь, человек не пьет пять лет, чайными бегами занимается. Ну, слушай, да, он меня за последний год очень сильно поднабрал. Я, да, дико угорел по спорту, когда, я причем, ты знаешь, я когда бросил бухать, бросил, ну, курить-то я вообще давно бросил уже, вот. И как-то что-то такое, блядь, года два не пил, такой, думаю, а что я не пью, не курю, блядь, и вообще и спортом даже не занимаюсь. Ну, блядь, силу-то куда-то надо девать. Вот, что-то, да, угорел по спорту, там, начал, блядь, причем вообще же даже где-то, может быть, жестить, там, и, блядь, у меня и зал, и бокс, там, и все вместе, и бег, там, я вообще высох, блядь, до дреща, вот. Но потом как-то я высох, и такой, думаю, ну, сейчас, блядь, буду мышечную набирать, блядь, и, блядь, набрал ни хуя не мышечную. Не, ну, как, можно же это как-то интерпретировать по-разному. Как говорится. По семейным обстоятельствам, что-то. Да, да, по семейным, и, ну, в целом, да, все равно жизнь перестроилась, потому что, как бы, да, там, я не в другой город переехал жить, но все равно ритм поменялся. Но бегать в Никольском и бегать в Питере – это разные вещи. Плюс, ну, как бы, да, у меня была съемная квартира, ну, я никогда в жизни не жил на съемной квартире до этого времени, как бы, то есть все, ну, как бы, понятно, и финансовые потоки в другое русло направились. Плюс, опять же, там, в Никольском, образно говоря, ты живешь, там, снимаешь зал за вообще какие-то копейки, а в Питер приезжаешь, там уже, как-то, собственно, другие деньги. Ну, как-то со спортом у меня тогда маленькое, это самое. Вот, но мы будем исправляться. Ну, так вот чайные бега, например. Питерские чайные бега настолько крутые, что даже москвичи приезжают не на своих московских бега в Кузьминках бегать, а в Парк Победы. Иди уж, Вячеслав Иванович, ну как, по питерскому воздуху лучше бежать или тяжелее? Илюха, у тебя топ кадров. С чайными бегами я очень хорошо помню, я в прошлом году летом сидел, просматривал один из роликов отчетных Илюхина. Илюха – это Илья Кузнецов, он же Кузьмич, он же МС-1.8. Он же Диджейнер. Он же Диджейнер, группа 25.17. Многоточие. Многоточие, КВТ. И я смотрел, как бы как раз ты вот начал ходить туда, я, по-моему, у тебя и увидел, кстати, первый раз чайные бега. И такой, блядь, сижу дома, думаю, блядь, а я как раз туда еще не работал, думаю, вот сижу, ни хера не делаю, чай люблю. Ну, по чаю я угораю давно уже, как бы. Вот, я, в общем-то, как раз, когда завязался с Синькой, и вот сразу же на чай пересел. Чай люблю, бегать люблю, детям помогать, ну, это вообще круто, как бы, думаю, блядь. Почему, думаю, в Москве такой движ, я, ну, прям с завистью смотрел ваши ролики, думаю, столько музыкантов, интересных людей, какие-то блогеры приходят. То есть, ну, реально крутая тусовка, как бы, люди приходят просто, вот, очень грамотно. Виталик и все из грота, они сейчас в Новороссийский движ поднимают, чайный бег. Он очень грамотно сказал, что помимо, как бы, понятно, важности самой помощи, насколько важно вот общение вот это. То есть, люди могут приходить какие-то, налаживать такие связи, вот, о которых я, например, год назад представить себе не мог. То есть, я не мог бы себе представить, что я могу посидеть и так просто попить чайку и просто поболтать там с Фьюзом, да, и с Крэка, ну, к примеру, который оказался просто охеренительным парнем. Вот, ну, и как бы я такой сижу, думаю, блядь. Меня на концерт не вписал, я про него другого, блядь, шучу, конечно. И вот как раз сижу, думаю, а почему, блядь, в Питере нет? Я как помню, тебе написал, говорю, слушай, а как вообще организовать эту хрень? И ты мне вот дал как раз контакт этой девочке, Наташи, которая, ну, как молодец, что что-то делала, но делала, понятно, что у нее там, может быть, не было что-то ресурсов или желания там как-то мощно сделать. Ну, и я вот прям, я достаточно стеснительный и скромный парень, но, блядь, тут пришлось как бы все это себе сжать и начать кому-то писать, кого-то звать, снимать эти ролики самому, которые я никогда не делал. То есть я дико там переживал, не знал, что говорить. Не, ну, технически как это вот, поэтапно, вот, например, ну, давай сначала я поясню, что такое чайная бега. Чайная бега – это благотворительная акция, когда мы собираемся в каком-то определенном месте, там, не важно, что это будет, парк, не парк, там, хоть где-нибудь в городе. Устанавливаем какой-то минимальный размер взноса, да, там, сто, триста, пятьсот рублей, там, ну, кто может быть больше, там. Да, и вот эти деньги мы собираем и отправляем в фонд, ну, в нашем случае это фонд «Живи, малыш», который помогает детям с ДЦП, вот. А это может быть абсолютно, ну, что угодно, на мой взгляд, то есть, хоть какой-то, хоть какая-то личная помощь, там, вот, в данный момент человеку. Вот, почему чайная бега, потому что у Илюхи своя чайная. Дайте мне тоже этих тайских таблеток курсануть. Чайная каста. Еее. В Москве это чайная каста, в Питере это невский. Питериньевский чай, да. Вот, в Воронеже, по-моему, золотой жук, ну, в общем, где у всех своя история, и вот они выделяли чай для того, чтобы мы потом пили. Вот, поэтому чайная бега, собственно, и называется. И вот эта благотворительная акция. Так вот, поэтапно, как организовать ее у себя в городе? Ну, ты же вот с нуля начинаешь, я-то просто присоединился. Я с нуля начал, вообще с нуля, ну, то есть, говорю, еще раз, была девочка, да, вот эта Наташа, да, ну, у нее абсолютно был мертвый движ, то есть, она бегала одна, реально, бегала одна 300 метров, как она сказала. Вот, я начал с чего? Я начал тупо, ну, я записал видос, там, все это, понятно, разослал. Друзьям. Друзьям, да, ну, кому еще я мог разослать. Ну, там, где-то репостнул, да, у меня магаз-то свой был, ну, короче, сколько ресурсов хватило, я там, вроде, на первый забег, там, пришло 10 человек, Федь Буфет пришел, кстати, на первый буфет, за что ему спасибо. На первый буфет. На первый буфет, да. На первый забег. Мы сделали его в Пушкине, потому что вот эта девочка когда сделала в Пушкине, и сделали что-то там по 100 рублей, ну, так, я думаю, минимально, главное, чтобы народ подтянулся. То есть я сам пошел, купил чай, все, как бы, сидел сам, просто с термосами, с маленьким чайничком, ну, как бы, потому что, ну, на самом деле, чайная бига, ты же понимаешь, что это не про спорт и даже не про чай. Ну, как бы, по сути уже дело, если уж это, вот. И, как бы, мы начали бегать, что-то там 10 человек пришло, 8 человек пришло. И вот на третий забег пришел, пришел один мой друг, приехал со мной мой сын, и приехал чувак, там, Петя такой был. Ну, мы были, не были знакомы, и я такой смотрю, понимаю, что никто не собирается. И я ей, значит, девушке своей говорю, да, слушай, я, наверное, не поеду, что проводить-то вдвоем, говорю, да, проще просто бабки скинуть. Ну, то есть я, по сути дела, практически сдался, вот, на волосок был, как бы, все, чтобы бросить все это дело. Я понимаю, что никто не ходит, никому это неинтересно, никого не расшевелить. То есть, ну, понятно, там, ну, кто-то по объективным причинам, да, там, суббота, там, семьи и так далее, кто-то просто после пятницы не может так рано встать. Ну, короче, у каждого свои проблемы. Вот, и она мне, как раз, рассказала, говорит, нахера ты там все это начинал, если ты сейчас так быстро бросишь, как бы, а мало ли, вот, именно сегодня придет человек, который, там, ну, вот, какой-то сыграет. И как раз-таки, вот, мы на тот забег пришли на Марсово поле, у нас реально было четверо, как бы. Я, вот, Паша, мой знакомый, и сын мой, и вот Петя приехал, мы с ним познакомились, и вот именно он написал, как раз, Сереге и Дефиксу, что, слушай, вот такая херня, движуха есть, надо поддержать, как бы. Вот, и как раз-таки тогда подключился Серега, вот, ну, за что ему большое спасибо, и, конечно, вот, оборот пошел сразу абсолютно другой. Соответственно, подключились уже, ну, он, у него, он занимается профессиональным видеосъемками, там, и так далее, то есть они сняли красивый ролик. То есть Илюха там подключился уже через него поплотнее, то есть через него подтянулся Артем Крэг, да, Фьюз, вот. Ну, то есть, и уже у нас, как бы, соответственно, уже, ну, а когда, сам понимаешь, подтягиваются... Группа Грот. Ну, Грот, кстати, через меня подтянули. Ну, мы просто были маленько знакомы, еще у них раньше была чайная в Питере на Казанской, вот, то есть мы еще там, как бы, маленько знакомы были, вот, и, да, Гроты как раз на тот момент альбом писали в Омске, то есть они физически не могли, и, как бы, я, ну, отслеживаю их передвижение, вот, смотрю, что они должны приехать в Питер, и, как бы, я Дашей Диминой жене написал, что вот такая движуха есть, говорю, не хотите поддержать. Как раз было закрытие, вот, и Димон, прям, надо отдать должность, с Омска, с самолета, прям, сразу приехал в Таврический сад, и не просто, как бы, приехал, там, автограф праздновать, он реально всегда бегает, и, то есть, прям, непосредственно участие, за что еще раз большое всем спасибо, то есть, ну, ребят... А с парком вы как-то договариваетесь? Слушай, в прошлом году, да, мы договаривались с Тавриком, мы ходили в местное кафе, там есть такая кафешка небольшая, то есть мы прям договаривались, они нам давали кипяток, мы садились, ну, столы они нам свои предоставляли. Но, в этом году я туда приехал, в начале, вот, в мае, в конце, в начале сезона, в конце мая, вышел какой-то армянин, сказал, у нас тут своих дел хватает, типа, в сентябре еще, ну, короче, я так понимаю, что он имел в виду, типа, лето, высокий там сезон у них, хотя там, ну, реально, чтобы ты понимал, это просто какая-то левая кафешка, в которой, ну, реально, никто не сидит никогда. То есть я приехал туда, там два человека сидели с ноутбуком, которые работали просто, все, ну, и, как бы, я не знаю, откуда ты поступил, предложил, может, Серега, наверное, предложил, он просто живет там рядом, вот, парк Победы, мы посмотрели, выбрали, нет, мы ни с кем ничего не согласовывали, потому что в Питере что-то согласовать, что ты понимал, это практически нереально. У нас очень жлобская администрация, и, как бы, изначально, когда я писался в бега, я Сане Невскому писал, он говорит, ну, вот, у Илюхи там беседки, розетки, ну, то есть все по уму, да, говорит, ну, у нас, говорит, нереально это все сделать. Я говорю, да давай так, говорю, что-нибудь там горелочку там придумываем. Ну, как бы, Саня так скептически сначала отнесся, вот, ну, поэтому, нет, мы, конечно, ничего не согласовывали, но, слава богу, у нас все прошло нормально, даже в дни проведения чемпионата мира, как бы, ничего, никаких проблем не было, даже наоборот, люди, подходят, спрашивают, типа, чего у вас за движ, вот, но, с другой стороны, зато и никакой информационной поддержки мы, то есть я лично писал сам местным телеканалам, которые, ну, реально снимают чушь, например, там, я вот, ну, просто один раз лично сам попал на сюжет про то, как в каком-то доме не работал лифт, они 20 минут снимали, вот, блядь, всех жильцов опрашивали, лифт не работает. Я им пишу, слушайте, у нас тут такое движение, говорю, вот, музыканты известные приходят, приезжайте, снимите ролик, покажете, там, при том, что они, даже Невский, даже Невский сам Саня ходил как-то, к ним в студию, утром он там чай забавил, про чай рассказывал, то есть, ну, они сказали, ну, блядь, нам это. Такие вещи, говоришь, в Питере сложно договориться, что-то согласовать, вообще-то в Питере у нас, Владимир Владимирович, президент, сидит. Сидит, да. Такие вещи. Нет, ну, я тебе серьезно говорю, это, к сожалению, правда, у нас очень сложно что-то согласовать, и, то есть, если бы я пошел реально согласовать администрацию, мы бы сто процентов получили отказ. Ну, вам бы запретили. Нам бы запретили, да. Пора уже приступить к разработке документа, где будет четко определено. Вот это граждане могут делать в свое свободное время, а вот этого они в свое свободное время делать не должны. Молодец. А дальше что? Ну, вот смотри, получается, собрались, пробежали, ну, собрали денег. Да. Что, отправили в фонд? Да, я лично сам перевожу все в фонд, да, и, соответственно, ну, в фонде там уже распределяют, не знаю, как там детей убирать, я уж до мелочей не узнавал. Ну, по крайней мере, нам потом присылают отчеты, что вот конкретно мы там помогли вот этому вот ребенку. Ага. То есть, есть конкретные ссылки, то есть, ну, то есть, все достаточно прозрачно, и, ну, по крайней мере, мы видим, куда эти деньги уходят. Технически абсолютно ничего сложного, поэтому, если кто-то в своем городе захочет сделать, тут главное начать, и самое главное, вот, как моя практика показала, и не бросить, да, потому что, ну, я ставил в чате организаторов, и многие ребята пишут. Мне даже звонили, реально, там, люди с Ростова звонили, там, кто начинал, ну, первые забеги, как бы, ну, какие рекомендации, что начать? И я говорю, ну, видишь, тут специфика-то у всех разная, понятно, что, ну, вот, мне повезло, да, там, я через тебя там кого-то подтянул, Серега подключился, то есть, ну, у меня, в принципе, информация разошлась очень быстро, мне в этом повезло. То есть, поэтому мы собирались только на роду, да, там. Я посмотрю, как бегает там Южно-Сахалинск, например, каждое утро, я просыпаюсь на чайной бега, ну, там, где-то в 8 утра, да, встаю, пока там мне воду надо накипятить, ну, плюс мне надо доехать, то есть, а я просыпаюсь, а там из-за часового поезда, там, люди уже пробежали, они бегают постоянно пятером, и вот они в чат скидывают в общий, типа, там, Южно-Сахалинск пробежал, там, столько-то денег, там, нас пять, и я прям думаю, блин, ну, вот, ребята пятером встают, девочка Уля там все это ведет, если она все это увидит, привет тебе, вот, и у меня прям, знаешь, заряд бодрости такой, думаю, все, надо, ну, я даже каждый раз Ну, стой, думаю, ну, может, сегодня без меня, там, ну, что, не справиться один разок, посплю, ну, хоть одну субботу, и нет, то есть, смотрю, залезаю в чат, Южно-Сахалинск пробежал, я думаю, надо тоже идти Самое главное Ну, да Меня, знаешь, больше чего интересует вопрос, если мы вернемся к музыке, то, ну, группа НСБ, такая же специфическая группа, как и КВТ, ну, окей, если я у тебя беру интервью, то, соответственно, я, как бы, про себя и чуть-чуть добавлю Такая же специфическая группа, как и КВТ, естественно, с корнями из, там, какой-то условно-правой тусовки, с корнями, там, еще откуда-то Именно по этим причинам с большинством групп у тебя не то, что не складываются общения, они получаются совместных концертов Ну, то есть, общаться вы можете сколько угодно, а вот концерты совместно не получаются Мне интересно, в Москве-то понятно, я знаю, как дела обстоят, а вот как в Питере обстоят дела, вот, с общей какой-то движухой такой То есть, какие группы есть, каких групп нет, в чем сложности организации, наверное, или, ну, как это обстоит? Слушай, ну, только вчера, как раз, опять же, я сговаривал, там, с человеком и говорил про то, что я бы сказал, что в Питере вообще какая-то движуха, вот, ну, отсутствует, ну, нет какой-то сплоченности, что ли, сцены То есть, ну, неважно, там, то есть, ну, я думаю, наверное, может быть, у левого движения, там, что-то у них есть, я просто не настолько, там, сильно не осведомлен, но, насколько знаю, там, да, у них какая-то есть еще сплоченность Все остальные, даже просто какие-то политичные панки, ну, то есть, это либо уже, там, группа в районе, там, ну, образно говоря, Порта 112, да, которая, ну, в принципе, сама по себе Все остальные, как, ну, я реально не вижу ни одного концерта, там, какого-то, там, ну, как там это, Unity, раньше, как называют, ну, короче, чтобы вот, какие-то, знаешь, Family, там, или так далее То есть, такой вот херни нет, реально, ну, нам в Питере сыграть вообще не с кем абсолютно, я не знаю даже, вот, какую группу позвать То есть, нам предлагали, да, один раз там, причем поступило нам предложение, не наша инициатива была сыграть группу «Мародеры», но они отказались с нами играть, ну, как я понял Естественно, нам что-то там сказали, какие-то другие причины, но это было очевидно, почему, как бы, ну, вот, наверное, да, отголоски этой вот, как раз-таки, как ты сказал, да А по сцене, я не знаю, ну, это реально очень все плачевно, то есть, группы, которые еще остались, они не собирают нихера новых имен, может быть, я просто их не вижу, не знаю, я их найти не могу просто Под них немцы выше зналена, пускай нет, пускай чемпионов, тебе отдаем каждый год, для нас мы дьяволем, давай всем вместе судьбой Как можно выйти из этого кризиса? Да вот хрен его знает, как вы из него ушли Ну, ты вот, если рассуждать, о чем думаешь? Слушай, даже не знаю, очень сложно сейчас, почему-то народ стал, вот, очень сложно у кого-то расшевелись что-то делать В интернете все сидят, пишут, что нет нормальных концертов, нет там того-сего, вот мы, чтобы ты понимал, мы делаем концерты, вот, принципиально, ну, как бы, если мы не везем какую-то группу, да Да даже когда привозим группу, вот сейчас будет 15 сентября концерт, Медлов везем, я делаю всегда максимально мелкий вход 300 рублей, блядь Но даже если я сделаю бесплатный вход, блядь, вот эти люди, которые себя пиздят, что нет концертов, нет движухи, они все равно не придут Они начнут, найдут какие-то причины, там, ой, я там на дачу уехал, еще что-то, у меня там, блядь, кот заболел, еще, ну, я не знаю, просто очень, почему-то маленькая активность стала не именно даже групп, а слушателей То есть никто ни хера, ничего не хочет делать, никто никуда не хочет ходить, ну, подавай концерт вот на дому То есть, причем, сколько бы мы не выкладывали видосов, даже вот на, я по своей группе служу, все пишут, когда концерт, когда концерт, там Или там в личку пишут, ой, Леха, когда у тебя концерт, ой, а чего у тебя концерт был, а потом все это перетекает, ой, а чего у тебя концерт был, а чего ты меня не позвал Я говорю, старина, да я там уже всем, блядь, стер глаза, там, уже боюсь лишний раз что-то писать там Потому что там люди, которые на меня подписаны, да, у меня то чайная бега, то концерт, то чайная бега, то концерт. Я уже просто реально, ну, блядь, настоебать боюсь людям. И все равно находятся те люди, которые говорят, блядь, я не знал, что у тебя концерт был. Ну, и я просто понимаю, что он, даже если бы я ему лично позвонил, сказал, брат, приходи на концерт, он бы все равно не пришел. Ну, не знаю, какая-то очень низкая активность именно публики. Непонятно, с чем это связано. То есть я вспоминаю концерты там середины двухтысячных, когда мы ходили там на группу «Пять углов», там, да те же порты собирали битком просто клубы на битве. Ты сам помнишь, помнишь, когда познакомились, приезжали, сколько народу было? Просто реально был биток. Сейчас, ну, кто? Сейчас уже собирают только те, кто, ну, совсем уже медийный, да, там, грубо говоря, там, ну, я просто вспоминаю, группу «ФПДЖ», там, на первый концерт я ходил в своей жизни, там, в клуб «Артика», это был какой-то там 2004 год, когда там, блядь, пятнадцать человек на них пришло. И сейчас они, да, ну, понятно, то есть, ну, это уже совсем другой, как бы, уровень. А вот именно на уровне кто андеграунд достался, то есть, это либо какие-то, я так понимаю, команды, которые сугубо уже, ну, политические там, то есть, правые, левые, неважно, то есть, они либо под запрет попадают, там, либо у них какие-то совсем движухи, там, для своих. А вот так вот реально кто играет какие-то, ну, скажем так, нейтральные концерты, да, какой-то нормальный панк-рок, например, там, «Хардкор», «Скань», неважно. В Питере, вот, например, ни одной «Скопанк» группы, я не знаю, нормальной сейчас, ну, которая действующая, ну, вот реально не знаю, вроде «Банангэнк» вернулись, ну, не знаю, чего они там сейчас, будут живые, нету. Я помню, мы просто как-то делали концерт «Не кондишн» в Питере, вот как раз они на «Разогреве» играли, по-моему, тогда мне показалось, что они очень неплохо выглядят. Вот сейчас вот реально спроси хоть одну команду «Скопанк» в Питере, я, наверное, скажу, что ее и нет. То есть, ну, как-то печально все на самом деле, поэтому мы стараемся как-то максимально разнопланово сейчас действовать и цеплять как можно больше народу, то есть мы абсолютно, ну, готовы сотрудничать практически со всеми, как бы, ну, то есть... Можешь тебе рэп начать читать? Да, может и начать. Знакомых-то, кстати, в рэп у меня больше, чем... Тем более каких? Тем более каких, ну, глядишь это. Может быть, когда-нибудь. Ну, на этой радостной, веселой, позитивной ноте хочется закончить наше сегодняшнее общение. Пожелать тебе творческих успехов. Увидимся. Слева. Программа «Из глубины».